Ну а я приехал вот именно вот этой красавице. Это у нас Иришка. У ней вчера был день рождения. Женщине всегда хочется тепла. Всегда хочется, чтобы тепло. И я ей, знаете, хочу подарить тепло. У тебя с днем рождения. Вот, так что она будет в тепле. Ребят, я уже устал идти. Мне Санча позвонил. Я прибежал. Говорят, это тебе обязательно надо снять. Что это? Да ладно, е**й. Это номер. Я же говорю, скребет что-то. Да ладно, е**й. Кто-то скинул, похоже. Или спрятал. Короче, все есть. Керамика, фарфор, клоун. А с монетами что-то тупое. Что такое будет у вас здесь, господин? Когда вот это попало к мое зрение, я подумал, что это будет у вас здесь. Я потом подглядываю себя. Вот, точно. Поздравляйте мне в комментарии. Ребят, подрезая стенку, мы стоим в дырочке, выпала еще одна бутылка. Она лысая? Нет, ребят, она не лысая. Она такая же, как и до этого поднимал при свете. Что тут? Нет, тут другая. Итак, ребят, всем привет. Сегодня начинается новое видео. Мы вышли с парнями на всю старую же деревню. Очень хорошую, шикарную. Пацаны уже вон зарядили приборы. Но я приехал... Повод есть. У нас вот, видите, в зелененьком плаще. В зелененьком плаще, а не в красненьком. Рукой машет фон в красненьком плаще. Там у нас Костян, Санек, Стас фартовый. Ну, а я приехал вот именно вот этой красавице. У нас Иришка. У ней вчера был день рождения. Там вот муж ее бросил. Хоть она и замужем, но женщине всегда хочется тепла. Всегда хочется, чтобы тепло. И я ей, знаете, хочу подарить тепло, ребят. Не свое, конечно, но я думаю, Танюшка будет... Ой, Иришка будет у нас греться. Вот тебе с днем рождения. Так что она будет в тепле. Если любопытно... Блин, у меня вот... Щечка. Ты и меня. Вот, ребят. Спасибо. Теплушки. Достаточно девчачьи. Прикольные. Я думаю, ее будет холодными вечерами согревать. Тем более, погода у нас мерзкая уже наступает. Пришел сезон дождей. Вот, скоро снега. И я думаю, Иришка будет это, греться. Не об мужа. Ну, вот мой подарочек. Что, посмотрим, думаешь, что там? Ну, это... Ну, знаешь, это простенько. Это простенько. Это меховые зайки. Меховые зайки. Слушай, 37? Ну, я знаю, что у тебя маленький размерчик. Вот, и вот такие вот, я думаю, тебе... Класс. Будет тепло. Будет диванчик сядет и будет греться. Вообще здорово. Смотри, сейчас. Опа. Ответа-тутышечки. Ответа-бита-татам. Руки сегодня будут у тебя потеплее. Да. Здорово. Ладно. Спасибо, Саша. Плов, ребята, я уже откушал. Жалко, что я пришел уже как бы холодненький. Но вкусненький, ешкин кот. Я целую тарелку умял, даже ничего. Я старалась дай пять. Вот. И вот сейчас вот с этими бродягами в красном и зеленом плащах будем ходить что-то искать. Надеюсь, удастся. Дождь, дождь моросит, ребята. Дождь. Итак, ребят, я ищу фундамент. Прошелся вот по верхам. Непонятно вообще, сигналы есть, но мне не понравились засыпки. Когда сигнал копаешь, видишь жажж-сыпу. И вот, проходя этого фундамента, ковыренный он безобразно кем-то когда-то. Ну, меня заинтересовало то, что есть культурный слой, как вы видите. Кирпичи, стекло, кости, керамика встречается. Сопутка. Крышка. От стеклянной. Имеется. Имеется обувка. Причем обувка как бы старая, не знаю, кожаная нет. Вот там вот я пуговку четырехдырчатую. И вот, знаете, верховой сигнал. Я всегда, когда на старый фундамент захожу, всегда прозваниваю. Что и вам советую. Потому что иногда многие... Ну, ладно, не буду ругать людей. Так вот. Керамика. И вот, видите, верховая, ребята. Видно фундаментное. Видите, какой нарост? И это у нас, судя по всему, двушка Николаевского образца. Да, какая-то... Да, двушка. Ну, пойдет первый верховой сигнал. Я думаю, сейчас я его полностью прозвоню. Потому что один капот сделал. Пуговка была. И вот второй. Монета. Пойдет? Пойдет. Ребята, еще один камрад подошел ко мне. Дмитрий, познакомились мы с ним. Здорово, Дим. И он, в общем, меня смотрит. Дим, покажи, что он по верхам здесь наковырял. Что за прибор? Не тракт. Блин, такой он медленный. Ну, цепь ей. Так, на это не интересно? Ни хрена себе снаряд, ешкинка. Вот, смотри. Ну, вот как вот, Дим? Вот как вот, блядь, по ней не трахнуть? Аж дважды, да, по-моему? Один, один. Один. Так, трешечка. Так, игровая, фиг пойми. Ну, а двушка это. А, это Александр? Так, дальше, что у нас? То же самое. Еще одна ушатанная двушка. Александровская. Вот, а вот он. Вот уже быстрее, ребята. Деньга. 48-й. И деньга... Какой-то. Ну, нормально. Нормально. Это завези? Да. Нормально. Все по верху, вот, до дороги. Да, ребят, деревня битая, блин, уже как 15 лет. А может, и даже и больше. Как металлоискатели пошли. Вот, ну, находки идут, идут, но мало. Надо шурф. Надо, ребят, шурфить сейчас. Сейчас тут меньше травы стал. Здесь сейчас зашурфлюсь. Раньше, раньше вообще доходить не было. Ребят, шурф не очень-то интересны тем, что сопутки нет. Засыпка отвратительная. Вот, как бы... Ну, вообще сигналов нет. Если есть сигнал, то... Вот такой вот. Что это? Какая-то у нас здоровая. Две копейки. Александра. Даже годча разглядим. Или нет, а, двадцатый год. Хорошая, большая шайобочка. Вот такая вот. Пойдет? Нет, нет. Ребят, я уже устал идти. Мне Санча позвонил. Я прибежал. Говорит, это тебе обязательно надо снять. Что это? Вот это номер. Нифига себе. Вы только посмотрите, ребят. Это, я не знаю, кивотный крест или как. Офигенный. Смотрите, здесь надпись какая-то имеется. Это молитва. И все ништяк. Подправить немножко. Вот это бомба. Вот здесь вот прям иду металл копаю. Далеко не каждый в современном мире знает, что такое кивотный крест. И для каких целей он предназначался. Что ж, постараемся приоткрыть завесу тайны над этим вопросом. Это церковный аксессуар. Не годился для ношения на теле. Его значение было другим. Но наш крест – это исключение. Название креста киотный произошло от древнего слова киот. Это такой небольшой ящик. Сундучок. Малых размеров. В котором хранятся различные иконы. В старину киоты изготавливали из бронзы. Или меди. Для красоты покрывали эмалями. Такие кресты появились еще в древности. Когда было принято осенять имя ворота. Крестить. Причем это могли быть как домашние, так и городские. Однако, они имели и много других различных применений. Такой крест был весьма почитаем среди населения того времени. Они были в доме практически каждой семьи. Давайте уже подойдем к нашему кресту. Чем же он особенный? Получается, наш крест не киотный и не нательный. Давайте разбираться. Все кресты можно разделить на три основные группы. Первое. Это нательные. Это малые кресты по размеру. И не достигали 8 см в высоту. Предназначались для ношения на шее. Второе. Наперстный крест. Это массивный крест. Очень похожий на киотный. Однако, их главное отличие – отверстие для ношения на шее. И, наконец, наш крест. Третий. Киотный крест. Огромный и тяжелый. В основном, они размещались у людей среди икон. Но наш крест непростой. В 19 столетии киотные кресты получили дальнейшее развитие в поповской среде. В композиции стали включаться иконы с различными евангелийскими сюжетами. Завершались такие композиции рядом изображения херувимов в верхней части яруса. Такие сложные изображения называются распятие Христова с предстоящими и избранными иконами. Это уже не крест, а сложная икона, состоящая из множества изображений. Она играла роль переносного иконостаса и в быты называется Патриарший крест. Такие кресты, предположительно, исходят из подмосковских мастерских села Гуслицы. Херувимы – верхнюю ряду креста, или образы – отличительная часть гуслицкого литья. Сейчас их сохранилось немного, так как большая часть патриарших распятий была переплавлена в годы борьбы со старообрядцами. Еще во время империи. Еще большая их часть погибла во время воинствующего атеизма, в первые десятилетия после Октябрьской революции. Наша задача – бережно хранить то, что осталось. О стоимости данного креста сказать сложно. Цена напрямую зависит от того, когда был изготовлен крест. Наиболее дорогие крестами считаются кресты с эмалями. Немаловажным фактором ценообразования также является его размер и сохранность. На сегодняшний день такие изделия являются достаточно дорогими и редкими. Их можно найти только в антикварных лавках и у коллекционеров. А, да, чуть не забыл, и у кладоискателей. Найти киотный крест – это очень большая удача для кладоискателя. И хороший знак, так как вещи всегда намолены и несут в себе только положительную энергетику. Всем желаю такие сигналы. Надеюсь, было интересно. А сейчас возвращаемся на шов. В нем будут еще интересные находки. Приятного вам просмотра. Ребята, вы знаете, человек копает, Саня, сколько копаешь? Год, полтора. Погодь, погодь. Да ладно, это железо, блядь. Что показывает? Дрянь какая-то показывает, блядь. Что-то 20-30, блядь. В этом же месте. Все, я ушел со своим крестом, блядь. Смотри. Я же говорю, скребется что-то. Да ладно, да ну, блядь. Кто-то скинул, походу. Ты не спрятал. Ты же скребанул, что ли, даже еще вместе, что ли? Может, не, я вроде. Старые. Охренеть. А может, здесь эти створки еще надо искать? Да ладно, это что, складки, блядь. Я думал, это эта, блядь, крышка, типа того, блядь. А это двухсторонний складень. А где створки-то? Саша, ты отсюда не уедешь. Саня, меняешь вот тут крест, Саня? Нет. Да ладно, нахрен тебе нужен. Ты же металловом копаешь. Это мой. Это семейный религий. Рядом с твоей тарелкой повесить. Охрен. Давно мечтал такую штуку. Ребят, копает на задах. На задах. Фундаменты стоят чуть позади, а он на задах металлолом копает. Вот это металлолом, вот это я понимаю. Куда сдавать будешь мне скажешь? Я все металлоприемку. Молитвы еще? Да. Офигеть. По три. Скорее, здесь чердака, как он сказал. А, может, дом развал. Сразу два штуки, блин. В мазанке, возможно быть. Вот, наконец-то, повезло, е-моец. Ты сколько копаешь уже? Первый год же? Ну, с нами начал, да? Смай. Ты что, нет? Нет, я что-то зацепил, вот смай. Вот здесь маленько, да, смай. Ну, это не столь страшно. Там и будешь, оставишь меня. И так, ребята, я доволен до смерти. Прям доволен. Можно уже собираться и ехать. Все началось вот отсюда вот. Здесь была яма. Острые углы. Мне пришлось подрезать. Начал подрезать. Как бы, знаете, в сопутках есть стекло, причем много. Засыпка. Вообще классно. Пух, пух прям. Вот, как вы видите. Я сначала подумал, что шорфленое. Но нет. Стекло лезет именно со стенок. И вы знаете, моя, как бы, моя ценность. Бутылочка. И бутылочка непростая. Посмотрите. Уже темно. Она с печатями. Ще огонь. Ще бомба. Блин, ща реально не видно. Завтра, ребята, при свете, преднемном покажу, что за бутылочку я откопал. Раз, печать, сорву. Вот, наверху. Здесь какая-то непонятная. Здесь, здесь. И надпись. Блин, уже темнеет. Прочитать не могу. Зачет. Класс. А я думаю, что здесь фигня тут такая происходит. Смотрите. Такая вот фигня. Смотрите, она не просто какая-то. Рисунок, как на ладанках, знаете. Ой, на ладанках, на этих. Благовонницы, вот эти вот. И, кстати, нашел вот такой вот. Но, смотрите, обратите внимание на... Как вам показать-то, не видно, наверное. Грани, как у кортика. Это точно не какая-то хреновина. Возможно, от кортика. Надеюсь, кортик тут тоже будет. С этой бутылочкой зачет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!